Проникновение в душу человека, чтобы душа откликалась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», 17 том. Тема «Семья». Вопрос 3168. Так много ныне разводов. Есть ли какие-то пособия, чтобы, ознакомившись с ними, можно было сохранить семью? Ответ Игнатия Лапкина. Пособий таких больше, чем разводов. А разводов больше, 85% от количества заключенных браков. Занимаются составлением таких книг, как правило, психологи, имеющие личный опыт разводов. Пришлось прочесть еще одну книгу «Пять языков любви» доктора Чемпина. И к чести его он приводит даже места писания, выдержки из Нового Завета и из притч Соломона. И даже к месту. Весьма удачно. Но польза для людей от всей этой книги очень мала будет. Потому что он не говорит о рождении каждой души свыше. О принятии Христа, как руководителя и спасителя. Он все строит на любви одного супруга к другому и на сексе. Должны дарить подарки друг другу чаще, записывать свои переживания, ходить на семинары Чемпина. Не получится, ибо ветхая природа человека, даже если будем жить в любви, утащит туда же, к падшему Адаму. Но статистика, данная в книге, говорит, что попытки поправить первый неудачный брак посредством второго приводят к худшему результату, чем в первом браке. Официальных разводов в Америке первого брака якобы 40%, второго — 60% и третьего — 75%. Первоначальная влюбленность сохраняется в среднем до двух лет, а потом идет на спад. Психолог советует знать интересы друг друга, чаще и по многу беседовать, любить то, что любит ваш партнер. А суть дела-то состоит в том, чтобы каждый знал свое место, как установил Бог. Так что книга даже вполне добротной может быть, но только у верующих, которые молятся вместе, живут во Христе, ходят в одну церковь и бывают на исповеди у доброго пастыря. О любви ко Христу автор ни единого словечка не говорит, а пытается делать людей счастливыми в браке без Христа. Счастливый брак возможен только у верующих. Иоанн 15, 5. Я есмь, лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Исайя 8, 10. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Матфей 19, 6. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Стихотворение. В бензиновых парах из тысячи смертей проносится моя во встреченных машинах. Не проморгать свою, не просмотреть. С крестом и черепом та домовина шикнет. Удары, столкновения и пожары. В обычной хронике беспечность не уменьшит. Тюремные, больничные пижамы. На зебре перехода бедных пеших. Нить жизни путают привычные конфликты. Не рассмотреть, далеко ли конец. Неужто кончилось? Испуганно воскликнем. Перед отправкой не успев присесть. К внезапному учиться быть готовым. Считая этот день. И даже час последним. Взойдем ли с Моисеем к Егове? Что в завещании отобразится бледно? Итог той вспышки, что считают жизнью. С великой у насмешкой и натяжкой. Через какую высветится призму? С каким воспоминанием возляжем? Для каждого лишь свой последний вздох Таинственен и запредельно важен. С чем подтянуть на берег невод смог? С тем багажом в последний сон возляжем. Все чаще приземленное не в счет. В последствия прошедшего смотрю. За мною полчища врагов и их поклеп. Мой труп вывешивают на осуждение крюк. Я мог бы им понравиться, Смирясь с их подлостью и зверской ностальгией. Тогда бы, может, миновал их грязь, Похоронив намерения благие. Несутся люди, бесы и события, На всех не угодить, да и не надо, Что Бог назначил лишь тому избыться. Врагам от истины не уступать и пяди. 14 июня 2006 года. Игла. Игнатий. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok